Далее Шик говорит, мы поговорим о правах, о таких правах, которые подтверждают естество человека, которые присущи естеству человека и которые подтвердил шариат. То есть шариат пришел, чтобы утвердить эти права, которые и так присущи каждому человеку. Самое первое право и самое великое право и право, ради которого ты был создан, это право Всевышнего Аллаха, чтобы ты поклонялся Ему одному и не предавался товарищу. Обязательно ты должен выполнить право Аллаха своим поклонением Ему. Ты должен уединить Всевышнего Аллаха в Его господстве и божественности в именах и атрибутах. Это самое важное право и первое право. Второе право это право пророка. Право следования. Подчинение пророка во всем том, что он повелел. Подтверждение всего того, о чем сообщил пророк. Сторонение всего того, что он запретил. И поклонение Всевышнему Аллаху только так, как он обучил. То есть мы следуем Ему в поклонении, ничего нового не вносим. Также право правителей, что мы подчиняемся им в том, что не противоречит шариату. Четвертое право, право родителей. То есть благочестивые отношения к родителям, даже если они являются неверующими. Даша Игорь говорит, обязательно ты должен проявить благочестие к родителям. Даже если они неверующие. Должен хорошо к ним относиться. Должен любить их вот этим естественной любовью, которая присутствует каждому человеку, даже если они неверующие. Ты ненавидишь то неверие, которое в них, да, это одно. Но так как это твои родители, ты их за это любишь. И призываешь их к Аллаху. Боишься за них, что они впадут в ширк и в огонь попадут. Так же есть у твоих близких право на тебя. Ты должен поддерживать родственные связи, хорошо относиться к своим близким. Границы этого вопроса возвращаются к обычаям. То, что принято у людей. Благочестием так и проявляют благочестие. Кто-то может сказать, я живу сейчас далеко, в какой-то стране, далеко от своих родителей, от своих близких и так далее. Как я буду поддерживать родственные связи? Поддерживаю родственные связи так, как у вас принято. Он может сказать, у нас принято, допустим, каждый аид звонить. Два аида у нас в исламе. Это праздник жертвоприношения и праздник разговения. Но, конечно же, я не могу звонить им на праздник Новый год. Или, допустим, если кто-то женился, я также должен позвонить, поздравить с этим. Или, если кто-то скончался, я должен позвонить, соболезнование своих близких. И поэтому, если ты звонишь своей маме, то скажи, чтобы она передала салям твоим тетям, то есть ее сестрам и так далее, что я соскучился по ним и нечто подобное. Он может сказать, а вот мой дядя старший, ему обязательно каждый месяц звонить ежемесячно, а иначе он разгневается. Он говорит, звонить, значит, каждый месяц. Также у нас есть право, которое имеют на тебя соседи. У нас есть три вида соседей. Первый вид соседей – это сосед мусульманин, родственник. И соседство, справа соседство. Все три он в себе собрал. Может быть сосед мусульманин, просто. У него два права – право ислама и право соседства. Третий сосед – не мусульманин и не родственник. У него одно право – это право как соседа, соседство. Вы прекрасно знаете, что многие неверующие желали бы, чтобы рядом с ним, по соседству, жил кто-нибудь из числа мусульман. Почему? Много причин. Потому что они знают приказ, что у мусульман очень много положительных сторон. Они знают, что мусульманин никогда не навредит своему соседу, даже если он будет неверующим. Более того, он будет хорошо к нему относиться. Ему будут подарки дарить. Если будет готовить кушать, он побольше бульона сделает, чтобы угостить своего соседа, призвать к исламу. Он никогда не пьет спиртное. Ведь известно, что если, допустим, у соседа, такой же сосед неверующий, он может выпить и что? Машину его ударить или еще что-то, забор помять. Некоторые неверующие даже убеждены, что если рядом с ними будут жить мусульмане, то никакие дьяволы, никакие шайтаны к ним не подступятся, потому что мусульмане Куран читают и так далее. Право мусульманин есть также у нас. Пророк сказал, что один мусульманин для другого является харам. То есть не может он покушаться на него с целью убить, или поругать, или своровать что-либо у него. Или рыба за него делать, то есть упоминать какие-то качества, которые бы он не хотел слышать в свой адрес. Или врать на него, лгать на него, которые в нем неприсущи ему. Если он заболел, ты должен прийти навестить. Если он скончался, я должен прочитать джаназа и похоронить. Поэтому ты также должен соблюдать права мусульман в целом. Точно так же, как мы соблюдаем права ученых и правителей. Точно так же, как мы соблюдаем права даже маленьких людей, маленьких детей. У нас даже есть права, которые имеют у тебя деревья. Пророк, а ислам призывает мусульманина для того, чтобы наоборот оживлять землю, а не топтать, ломать и так далее. То есть, ислам побуждает нас оживлять землю, даже что-то посадить, что-то мелкое и так далее, а не для того, чтобы губить, ломать, рушить. Даже животные не должны причинять им вред. Если даже ты жертвоприношения хочешь, допустим, овечку или барашку принести, ты не должен точить нож перед ним, чтобы они везли. Или приносить жертву одну, в то время как вторая смотрит, за этим наблюдает. Точно так же, у нас есть права даже неверующих людей. Допустим, неверующий человек, нет у тебя права лгать на него. Или обворовывать его. Нет, ты должен искренне к нему относиться, наставлять. Бояться, что он тоже попадет в огонь. Ты должен спасти его от огня. Не должен говорить, что у тебя все хорошо. Нет, у тебя все плохо, ты к огню идешь. Я хочу спасти тебя. Спасибо. Спасибо.